Ребята, всем огромный-огромный привет и добро пожаловать на мое новое видео. И сегодня я предлагаю сделать обзор обновления трейлеров от Жени Рудакова. Видео будет достаточно продолжительным и для вашего удобства в описании я оставлю тайм-коды, так как я буду не полностью обозревать все прицепы, которые есть в трейлер-паке, а я буду делать обзор именно только нововведений, которые появились на этих самых трейлерах. Первым у нас в списке рефер. Давайте посмотрим, что нового у нас появилось здесь. Давайте сразу перейдем в раздел тюнинга. Появились у нас новые холодильники. Итак, давайте смотреть. Carrier. Отлично смотрится. Пластик, хром. Выглядит солидно и, как всегда, качественно. Также то же самое, но только у нас уже напополам хром и краска. Краска и черный цвет. Полностью все под покраску, но эта панель у нас хромированная. Это стандартный вариант. Дальше у нас идет термо-кинг. И, как я понимаю, да, все то же самое, то, что мы с вами видели на Carrier, ну, за исключением некоторых моментов. Дальше. У нас появились новые окраски кузова. Их достаточно много. К моему стыду я не так часто ездил с рефером, именно раскрашенным под ту или иную компанию. Поэтому прям вот конкретно сказать, что это новый скин, в тех или иных случаях я не могу. Ну, так я посмотрел. И, в принципе, здесь у нас появились, как видите, скины дефолтных компаний. Ну, видимо, был на это спрос. И, пожалуйста, Женины дизайнеры это все дело реализовали. Плюс ко всему, какие-то еще новые скины появились. Вот, например, вот такой. S-Crops. Это у нас, если я не ошибаюсь, вроде бы как тоже дефолтная компания. Но это здорово на самом деле. Очень-очень круто. Потому как я давно уже на самом деле жду что-то подобное для дефолтных прицепов и для дефолтных тягачей. Искренне не понимаю, почему разработчики не добавляют, так скажем, Paint Job Pack с дефолтными компаниями. Это выглядело бы гораздо интереснее и рпшнее бы это все дело смотрелось. Но, к сожалению, пока что в эту сторону они даже и не смотрят. Ну и да, слушайте, действительно, скинов стало много. Я уже листаю достаточно давно и все никак они не закончатся. Также сразу же давайте перейдем в раздел тюнинга. Ставим пока так, как есть. Что у нас здесь нового? У нас появились новые крылья. Нажимаем сюда. И здесь мы видим, что они у нас сразу ставятся на две оси с разными типами креплений по разной высоте, наверное, это можно сказать. Пожалуйста, разные типы у нас присутствуют. Также новые у нас появились вот сюда панели. Нажимаем сюда, переносимся вниз. Но это для того, чтобы все это дело закрыть. И если якобы вдруг вы там делаете что-то типа кастомного какого-то тягача, и к нему нужен хороший кастомный прицеп, пожалуйста, тоже так называемые филлеры здесь можно поставить. В четырех вариациях они у нас идут. Задняя часть. У нас новые бампера, ребят, появились. Ну, в принципе, они схожи с тем, что мы ставили здесь. Очень похоже это все дело на филлеры. Давайте тоже полистаем, посмотрим, что они у нас из себя представляют. И, в принципе, все. На рефрижераторе больше нового у нас. Ровным счетом ничего нет. Поэтому давайте переходим к следующему прицепу. Далее переходим к прицепу Lowboy. Он также получил обновление. Из новинок у него появилось два новых шасси. А именно трехосное шасси в сложенном состоянии. И то же самое трехосное шасси, но уже в разложенном состоянии будет у нас тележка. Также у нас появились новые грузы. Для этого переходим сюда. Вот такой легкомоторный самолет у нас появился. Дальше у нас появился вот такой огромный карьерный самосвал. Далее также мы можем рассчитывать на три вот таких замечательных пикапа. Если честно, я не понимаю, почему это Ford. Куда интереснее, как мне кажется, здесь бы смотрелись рамы, которые, опять же, есть у Жени. Ну, ладно, окей. Также у нас есть вот такие вот армейские тягачи. Насколько я понимаю, это чисто аэродромная история. И есть у нас еще один вот такой замечательный карьерный самосвал. А далее я предлагаю посмотреть на Hopper. Но посмотреть на него я предлагаю целиком. Итак, что же здесь у нас из новинок? Давайте посмотрим. Здесь у нас ничего нового. У нас появилось четыре варианта шасси. Обратите внимание, насколько он стал длинным. И насколько много осей на него теперь можно поставить. По покраске ничего нового. Далее, давайте пробежимся. Лампочки у нас никакие новые не появились. У нас появились три типа новой передней стенки. Лестница осталась без изменений. Здесь тоже без изменений. Также появились вот такие замечательные ручки. Здесь по низу нового ничего. Здесь тоже ничего. Здесь тоже ничего. Подсветка осталась старой. Боковина также у нас под стать. Передние стенки и задние стенки может быть заменена на другой цвет. Далее здесь маркера также у нас без изменений Также здесь у нас появились передние крылья, которые мы с вами видели на рефере Они абсолютно такие же, поэтому они узнаваемые Далее, здесь у нас нового ничего На задней части новинок чуть побольше Здесь все без изменений Здесь также лампочки без изменений, то же самое Задняя стенка меняется под стать всему кузову Здесь нового ничего, здесь нового также ничего Появились новые лампочки, красные в хромированной обводке Ну и здесь, как мы видим, они у нас просто белое стекло А когда они у нас горят, они у нас светятся красным Здесь у нас появились новые задние фендера Выглядят вот так и вот так Чем отличаются? Ага, они у нас немножечко как бы, ну, маскируют колеса еще сильнее Также давайте выберем шасси побольше Например, вот такое И посмотрим, какие у нас здесь фендера появились Здесь они у нас побольше, естественно Потому что шасси больше не обращаем внимания на этот косяк Он уберется ровно в тот момент, когда вы поставите какое-нибудь колесо из мода Вот видите, раз и сразу у нас резина залетела в арки Далее Вот такой вариант Вот такой вариант Вот такой вариант Ну вот, собственно говоря, и все Далее по задней части здесь у нас нового ничего Также дополнительно мы можем сюда поставить те же самые лампочки, которые ставили ранее Так, переключимся быстренько И здесь у нас появился, ну, как это правильно сказать, ступенька для того, чтобы залезть наверх И плейт для номера Различные варианты у нас его есть Даже с задним бампером, почему бы нет И вот эти вот самые флипы, которые мы ставили ранее на рефрижераторе Ну и сюда, соответственно, мы уже ставим номер Вот такое вот достаточно интересное обновление получил, наконец-таки, Хоппер Далее я предлагаю посмотреть на Танкер Модель была целиком и полностью изменена Была она приведена к реальным масштабам и к реальным размерам Ну, естественно, в рамках игры Выглядит она, посмотрите, как здорово Алюминиевый корпус у нас, вау, прям класс Итак, по типу с цепкой ничего нового Здесь ничего нового И здесь у нас появились три оси, пожалуйста Далее по покраске все у нас, как видите, осталось Как и осталось Можете красить сами Можете что-то оставить уже так, как есть По тюнячкам давайте посмотрим, тоже пробежимся Здесь у нас нового ничего нет Здесь, в отличие от других прицепов, все изменения отображены в версии 3.0 Смотрите, покрытие на крыше у нас идет такое И может быть под металл Сама боковина у нас, как мы видим, появилась в алюминиевом варианте И также мы сюда можем накидать кучу лампочек Здесь у нас подсветка осталась без изменений Появились фендера под алюминий Но можно их убрать, если вам они не нужны Здесь изменений нет На брызговиках тоже у нас изменений нет Здесь все нормально Алюминиевая рама у нас появилась Возможность установки лампочек практически по всей длине рамы Здесь у нас появились новые вот такие замечательные ящики Либо с одной, либо с другой стороны Но, конечно же, можно их и поставить с двух сторон сразу Только под алюминий они у нас есть Потому как крашеные под хром у нас уже были ранее Здесь нового мы с вами ничего не найдем Здесь у нас новые фендера Очень они прям так похожи, скажем так На то, что мы видели ранее Отлично, отлично Отлично, 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 отлично Отлично, отлично, отлично Наверняка вы подумали, что за фигня Что за полоски Просто здесь у меня выбран темплейт Если выбрать белый цвет, то все будет нормально Это не какой-то косяк, если что, ребят Все хорошо На задней части фонарики без изменений Здесь что у нас, давайте поближе посмотрим Так, здесь у нас двойные, получается, стопаки под алюминий Тройные стопаки под алюминий Четыре стопака, вот это нифига себе Дальше по брызговичкам бампер, как я полагаю, у нас здесь меняется Да, становится немножечко шире Вот такой вот у нас может быть, внимание, обратите, бампер Также на него можно поставить номера брызговики без изменений у нас здесь установлены Вот эти все трубы и так далее Весь вот этот став Также, пожалуйста, алюминий, хром и краска И плюс ко всему его можно поставить также с двух сторон Либо с одной стороны Справа получается по ходу движения Вот, в принципе, и все Больше здесь на танкере Именно смотреть у нас не на что Ну и напоследок я предлагаю посмотреть на флетбет Итак, что у нас здесь из нового по тюнингу Алюминиевая рама у нас появилась, как мы видим Здесь нового у нас ничего В подсветке тоже новых вариантов нет В маркерах тоже новых вариантов нет Филлеры остались те же самые Здесь вот этот маленький ящик мы можем сделать тоже под алюминий В этом месте ничего нового Те же самые, что и на рефере, обратите внимание, у нас крылья Все то же самое Ящики также у нас получили алюминиевые варианты Далее по задней части Здесь у нас появился вот такой оверсайз баннер Его раньше не было, как вы знаете Здесь без изменений Здесь крепления брызговиков тоже под алюминий у нас появились Здесь без изменений, здесь тоже без изменений Также здесь у нас никаких изменений нет Но у нас появились новые бамперы Соответственно, под алюминий Низкий бампер под алюминий И вот такой цельный, огромный большой бампер тоже под алюминий Никакого нового тюнинга он не добавляет Поэтому здесь он просто вот по факту Вот он есть и все, просто ради приличия Я вам покажу, что на него что-то можно поставить Но самое главное Здесь это, ребята, наконец-таки появилась Канистога, вот так она выглядит Обалденная вещь, конечно Смотрится очень круто Есть у нас как обычные коннекторы, так и кастомные То есть если вы будете строить какой-то Кастомный проект на базе Жениных модов Здесь у него на задних бамперах На всех практически тягачах Есть коннекторы, вот эти они выведены сюда Ну и соответственно, чтобы здесь все было красиво Коннекторы ставятся здесь И как бы проводов абсолютно по минимуму Но если вы катаете на дефолте, как вы видите Абсолютно без каких-либо проблем Все это будет работать По тюнингу Канистога практически Вообще ничем не отличается По низу так уж точно отличий нет вообще никаких Ну и в задней части, как вы понимаете У нас пропадает оверсайз баннер И пропадают вот эти самые флажочки Которые были здесь до этого Вот в принципе и все, друзья Больше здесь смотреть не на что Вот такое небольшое Ну, большое, интересно звучит Но да, по факту так и есть Небольшое-большое обновление Для трейлера Для, точнее, для USA Трейлер пак Для американских трейлеров American Truck Simulator Ссылочку на приобретение данного пака Я оставлю в описании Покупать, не покупать Решайте сами Я просто сделал для вас обзор Чтобы вы посмотрели Что нового у нас появилось в этой версии А на этом, ребят, все Спасибо вам всем огромное за внимание Спасибо, что уделили время Для просмотра этого видео Если оно вам понравилось То, пожалуйста, поставьте ему лайк И не забудьте подписаться на канал Ведь, если смотреть статистику Больше 50% зрителей Смотрят мои ролики К сожалению, без подписки Так что давайте уменьшим Этот процент И конвертируем его В увеличение количества зрителей С подпиской Все, ребят С наилучшими пожеланиями И до скорых встреч До встречи